Армена Ганян. Армянская танцовщица, актриса, писательница, переводчица, литературовед. Софья Эммануиловна Перабудагяна родилась в 1887 году в Российской империи. Свои первые шаги по сценическим именем Софья Тараганян она начала в армянском театре в Баку. Учила в школе пластики Нелидовой в Москве, а также в студии Станиславского. Некоторое время работала в Малом театре. Переехав в Персию, она стала основательницей первого персидского театра европейского типа. В 1110 году в Тегеране на персидском языке была представлена комедия «Гоголь и Ревизор» в постановке Аганян. Сама исполнила роль Марии Антоновны. В Персии Армена Ганян изучила восточные танцы и, начиная с 1111 до начала 30-х, выступала во многих странах мира как персидская танцовщица, впервые показывая на профессиональной сцене экзотические для западного зрителя той поры старинные танцы народов Востока и античности, ярко стеризованные. Используя методы вольного танца, танцовщица Асидора Дункан под музыку армянских, русских, персидских композиторов, используя разные маски, в 1113 году в Париже выступала под аккомпанемент индийского ансамбля под управлением профессора Инаяд Хана, в 1115 принимала участие в лондонских концертах, организованных Владимиром Розингом. Аганян демонстрировала танцевальные номера Саломея в храме Анаид, Измена, Сводница, Гашиш, Великий Хан Шамахи и т.д. Аганян выступала в Лондоне, Брюсселе, Милане, Софии, Бухаресте, Каире в городах США. Обознавшись в Париже, Аганян посвятилась по литературе, издала автобиографические книги на французском языке. Первая из них – шамаханская танцовщица с предисловием «Анатора Франца» 1918 года, которая была переведена на английский, немецкий, испанский, шведский, финский языки и иврит. После Аганян издала книги «В когтях цивилизации» 1921 года, в одной из шестой части мира, заметки из ее путешествия в СССР 1928 года, «Солисты его величества» 1929 и «Смех соблазнительницы змей» 1931 года. Эксцентричная артистка была в любовных отношениях с влиятельными представителями парижской элиты, среди которых были писатель и политический деятель Морис Борес, художник Эмиль Бернар, создавший ее портрет и написавший о ней книгу «Персидская танцовщица», прозаик Андреа Жермен, писательница Натальи Борни и другие. В 1927-м Аганян вышел замуж за мексиканского дипломата-коммуниста Македонио Гарреса. Позже они обосновались в Мексике. Агнян вступила в мексиканскую коммунистическую партию, переводила с русского на испанский, писала монографии на испанском о русской, советской и мексиканской литературе, в том числе «Лев Толстой. Жизнь эпоха произведения» 1934 года, «Путь Горького наш» 1935 года, «Макросийский анализ испанской литературы» 1937 года, «Счастливая Армения» 1946 года, «Мексика и культура» 1967 года и другие. Больше всех среди своих произведений она ценила поэму «Мечта изгнальника», написанную на армянском языке. В 1958-м Агнян вместе с мужем посетила Советский Союз, была также в Армении и часть своего архива подарила Ереванского музея литературы и искусства. В молодости также снимала снимом кино. Скончалась в 1976 году в Мексике.